Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как обычно, Едоман. Сегодня на обзоре у меня будет кофе Bushido Red Katana. Вот так оно выглядит, то есть с красной этикеткой. Кстати, заказывал на зоне и очень по привлекательной цене. 500 рублей, ну, конечно, здесь 100 грамм, но в магазинах оно стоит больше 700 рублей. Вообще, бренд Bushido принадлежит Японии, но само кофе производится в Швейцарии. И само слово, вот это Bushido, переводится как «Кодекс чести самурая». 100% натуральный растворимый сублимированный кофе, крепкий и насыщенный, арабика. Так, способ приготовления здесь описан. Изготовитель Швейцария, импортер лицо, уполномоченный изготовителем, ООО «Кофейный дом Хорс», город Москва. Ну, как всегда, город Москва. Очень, кстати, привлекательная цена на зоне, друзья, по скидке. Оно на зоне тоже, по-моему, было больше 700, но потом упало до 500, и я решил заказать. И, кстати, я его буду пробовать в первый раз. Откроем, посмотрим, что здесь у нас будет. Ну, смотрите, запаяно всё, то есть кофе не открывалось, всё нормально. Очень удобно открывается. И, кстати, открывается оно лучше, чем якобсы и всё прочее. Там вот эта вот фольга, её надо пробивать ножом. Ну, здесь как-то всё цивильненько. Ну, пока что по запаху я не могу сказать, что это прям какой-то супер-супер кофе. Ну, смотрите, конечно, выглядит оно не просто как труха какая-то и порошок, как обычно бывает в кофе. А, довольно-таки, прям кусочки здесь видны. Не, ну, запах прикольный, конечно. Нету ни пережжённости, ничего такого. Сейчас заварю и посмотрю, как оно будет на вкус и на запах. Ну, что ж, друзья, давайте посмотрим, что же это за кофе. Его очень многие прям нахваливают, так нахваливают запах. Ну, в запахе, кстати, очень даже присутствует такое, как свежемолотый, как будто вы зёрна перемололи. Вот очень даже такой приятный довольно-таки запах. Ох, друзья, да, на вкус очень даже крепкий, очень крепкий и насыщенный вкус. Но, я думаю, если те, кто любят крепкое кофе, для них он будет, наверное, не очень крепкий. Вот так как я кофе пью редко, конечно, для меня вкус очень крепкий. Конечно, наверное, нужно было без сахара, но я всё-таки сахара добавил. Не могу я пить кофе без сахара, это не для меня. Ну, и, наверное, сюда бы добавить сливок или молока было бы вообще идеально. И, кстати, послевкусие держится очень-очень долго. Вот реально, как будто вы заварили, как будто вы помололи кофе, заварили в турке, разлили по чашечкам, выпили. И осталась на дне вот эта вот кофейная гуща. Вот привкус реально очень-очень долгое послевкусие держится у этого кофе. Ну, очень прикольно. И, кстати, вот с нескольких глотков чувствуется, что бодрит оно так прям очень идеально. Ну, не знаю, друзья, не зря его, конечно, хвалят. Явно оно лучше, чем всякое Нескафе и всякие там непонятные кофе, которые там пыль, наверное, с кофейных дорог с каких-нибудь пособирали. Ну, Бушедор Эдкатана, очень даже прикольный кофе. Ну, настолько, как я уже сказал, кофе я пью редко. Мне этой банки хватит очень-очень надолго. Тем более за 500 рублей очень выгодно. Так как в магазинах оно стоит больше 700. И, друзья, я бы, наверное, взял попробовать еще какие-то другие варианты. Там, по-моему, их три или четыре вида разных. Вот красное пока что, да, крепкое, насыщенное и бодрит. Очень хороший кофе. Мне он очень понравился. Возьму ли я еще раз? Ну, я, конечно, больше взял бы какие-то другие варианты попробовать. Но это кофе, несомненно, я возьму. Ну, может быть, когда-нибудь потом. Чисто так понаслаждаться очень даже классно. Ну, для меня, допустим, утром, там, раз дня два-три перед работой выпить кружечку будет вообще самое то, что надо. Но, правда, если добавить, наверное, все-таки молока сюда будет намного вкуснее. И на этой радостной ноте я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и ждите следующее видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok